Сигаретка другая третья. Ради интереса, за компанию или в стрессовой ситуации. Именно так начинается зависимость от табака. Курение незаметно и прочно входит в нашу жизнь и точно также незаметно и методично убивает организм. Причем курильщики почему-то упорно не хотят этого признавать. Почему? В этом и других вопросах нам сегодня поможет разобраться психотерапевт Владислав Прецкайло. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Вопрос на засыпку. Вы курите? Нет. И никогда не курил. Почему? Пробовали же? Да, как и все. Даже пробовал дважды. В 14 и в 20 лет. И оба раза, сделав пару затяжек, отложил. Правильнее было бы спросить, почему отказались? Попробовать было очень интересно. Казалось, что там зарыто что-то очень таинственное и приятное, что прячут от подростка, от ребенка. Но убедившись в том, что действительно ничего внутри волшебного нету. Я с большим удивлением узнал, что это можно курить на постоянной основе и отложил. Оба раза это ограничилось двумя затяжками. Вот сейчас мы подробнее поговорим об этом, да? С удовольствием. Но начнем с более обобщенного вопроса. Какова картина табакокурения на сегодняшний день у нас в области? Становится ли меньше курильщиков, если да, то по какой причине? Что этому способствует? Последние примерно 10 лет картина практически постоянная, не ухудшается, но и не улучшается. По всей республике картина примерно одинаковая. Количество курильщиков примерно 27 процентов. Все около 30 процентов получается. Плюс-минус 1 процент по разным областям. Брестская область где-то находится в середине списка всех областей. В целом картина выглядит следующим образом. На данный момент в республике Беларусь курит каждый второй мужчина и каждая десятая женщина, что в сумме как раз таки и дает примерно эти пресловутые 27 процентов. Вот вы говорили о том, что пробовали, да, и вам стало понятно, что чревато зависимостью в будущем, если не остановиться сейчас, да, прямо? Да. Так вот как быстро эта зависимость возникает, исходя из какого-то вашего личного опыта и исходя из ваших знаний об этой проблеме, как быстро возникает эта зависимость и физическая и психологическая от ТБК? Здесь очень сложно будет дать точный ответ, поэтому я скажу как это происходит действительно и на практике и в целом как выглядит картина в этом плане. Счет идет всегда на недели-месяцы. Очень сильно зависит от того, с чего человек начинает, с какой целью он начинает и что из себя человек представляет. То есть его психологический портрет изначально, для чего он начинает курить. То есть это желание произвести на какое-то впечатление или, допустим, любопытство, вот как было, например, в моем случае, и на какую модель курения он переходит. То есть начать курить сразу и много сигарет практически никогда так не происходит. То есть все начинается с каких-то единичных попыток, поэтому тогда это может растянуться на несколько месяцев. Если же говорить о физической зависимости, психологическое также в зависимости от того, для чего человеку это надо, то есть почему он решил начать курить. Если это опять же мнимые баллы к своей самооценке, к тому, как он считает он выглядит, опять же, будет быстрее развиваться. Если же это под каким-то давлением в компании, не хотя, но желая соответствовать общей компании, то это будет развиваться медленнее. Либо в той же стрессовой ситуации какой-то, да? Ухватился как за спасательный круг, якобы. Да, то есть от отчаяния, но обычно это имеет тенденцию прекращаться, то есть человек выходит из острой ситуации и больше не возвращается к курению. Но опять же это чревато, потому что стрессы мы фактически регулярно получаем, да? И если он один раз где-то снимет вот эту вот стрессовую нагрузку, он захочет и во второй раз, и в третий раз, а это уже есть втягивание, скажем так, в эту пагубную привычку? Если у человека есть такое видение, что это помогает ему решить. Но если человек заранее не курил, то есть у него не выработалась к этому устойчивость, то курение может сильно его отвратить. Это невкусно, то есть сигареты очень невкусные. Первую неделю две люди курят через силу, то есть желая как раз таки достичь какого-то эффекта либо впечатления. И второй момент, если он не нашел, как решить эту ситуацию другими путями. Поэтому если, говорите, что сложилась привычка все проблемы решать через сигарету, там через алкоголь, например, тоже, то да, он будет к этому прибегать. А если нет, он очень даже может его отвратить. Говорят, в отказе от табакокурения все-таки основополагающую роль играет психологический фактор. Так ли это? И если это так, то почему? В зависимости от никотина, то есть от табака, от никотина фактически, как и любая другая зависимость. Успех лечения в первую очередь определяется именно от психологического решения человека, готов он бросить или не готов. То есть это так на самом деле? Да, и это касается абсолютно любой зависимости. В основе любого лечения лежит принцип добровольности и принцип, скажем так, решимости человека. То есть решил он или делает он это все-таки через не хочу под давлением каких-то других факторов. Поэтому психологическая готовность, то есть принятие этого момента, желание этого момента, то есть избавление от зависимости, это номер один, это скажет абсолютно любой специалист. То есть если оно есть, можно пробовать, можно пытаться. Если его нету, шансы невелики. Но опять же это должно возникнуть в самом человеке, либо можно все-таки повлиять на человека, да, вот окружающие люди, которые видят, что да, человек уже серьезно увлекся. И если они попытаются ему донести, что это неправильно, что это плохо, это пагубно повлияет на организм, или это бесполезно, это должно только внутри самого человека возникнуть? Нет, это не бесполезно и это может помочь. Человек формирует свое личное мнение, исходя из всей информации, которую он получает. Совершенно другой момент, что очень часто это делается неправильным путем, путем, как говорится, чтения аннотации и давления на человека, то есть с заезженными фразами, от которых он просто начинает раздражаться. Поэтому в такой ситуации человек не скоро созреет, и наоборот, это может даже помешать ему принять решение просто в пику давления, которое на него оказывается. Поэтому хорошо бы, если бы все-таки человеку подводили к нужным мыслям все-таки специалисты, которые знают эти подводные камни и стараются их избегать. Владислав, мы на некоторое время прервемся, а после чего продолжим нашу интересную и полезную беседу. Поэтому не переключайтесь. Обожаю газировку, все сладкое, чипсы и гамбургеры. Нездоровое питание приводит к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, хронических респираторных заболеваний, которые являются причиной 63% всех случаев смерти в мире. Можно ли предупредить неинфекционное заболевание? Да. Для этого нужно изменить свой образ жизни. Употребляя 5 порций овощей и фруктов в день, можно предотвратить неинфекционное заболевание. Давайте вместе меняться и вместе помогать измениться другим. Вместе к здоровью! Ну что ж, продолжим. Как проявляется психологическая зависимость и как определить, насколько она серьёзно и сильна? Психологическая зависимость, как основная при никотинной зависимости, трудноизмерима. Есть некоторые тесты, которые позволяют её мерить. Но, к сожалению, в зависимости от выбранного метода будут разные показатели. Кроме того, они достаточно сомнительные. Не та материя, которую хорошо мерить. Но основные признаки, которые как раз таки позволяют узнать их в себе, если человек бросает, либо окружающим понять, что с человеком проходит, они есть. Я даже могу их написать и объяснить, как они выглядят. Если говорить о психологической зависимости, ярче всего она будет проявлять себя в момент отмены, в момент бросания курить, то есть в момент отмены принятия этих веществ. Итак, первый момент, который сразу же себя проявляет, первый признак, это будет возникать тяга к употреблению этого вещества. То есть возникнет сразу же желание курить, причем оно будет нарастать, пока не достигнет своего пика. Да, то есть после последней украины сигареты, если вот брать курение обычных сигарет, полчаса у одних людей до двух часов других людей больше редко бывает. То есть в этом промежутке у человека начинает тянуть курить. Если же человек не курит, этот момент сохраняется достаточно долго, то есть может даже несколько недель и месяцев сопровождать человека и принимает совершенно различные формы. То есть ошибочно считает, что человек просто хочет курить. В этот момент человек скорее ищет повод для того, чтобы оправдать свое курение. То есть приводят всевозможные логические, псевдологические аргументы для того, чтобы выкурить одну единственную сигарету и вроде бы как не нарушить свое правило вот бросаю курить. Поэтому вариантов существует миллион, но тем не менее это все равно разные разновидности тяги. Второй момент, который в обязательном порядке возникает, это тревога. Тревога всегда сопровождает любые попытки человека сильно поменять, кардинально поменять свою жизнь и уж тем более избавиться от своей зависимости. Тревога опять же проявляется по-разному, но в основном человеку беспокойно, его посещают всевозможные мысли о каких-то неудачах, кажется, что все идет не так, что что-то нужно делать, но что нужно делать он сам тоже не знает. Объективно дела могут идти хорошо и даже этот человек это понимает, но тем не менее он все равно будет тревожиться, постоянно многократно прокручивать все события в голове и искать, что же идет не так. Чего-то не хватает в его картине жизни. Абсолютно верно. Третий момент это раздражительность. Вплоть до агрессивности. Опять же, у человека тревога, дискомфорт. Если где-то что-то идет не по его мнению, не так, как он хочет, вспыльчивость и, соответственно, вспышки эмоций на коллег, на семью, на друзей, на случайных людей, которые попадаются под руку, идет в большом количестве. Это достаточно характерный признак, и поэтому очень часто, когда заядлый курильщик перестает курить, ни для кого не секрет, почему он становится таким раздражительным. И даже если он это никому не объявил, иногда даже люди спрашивают, ты что, курить бросаешь, что ли? Человек становится неадекватной ситуации вспыльчивый. Четвертый момент. Сюда бы я отнес, конечно же, все-таки увеличение массы тела. А, то есть есть такое? Есть, есть. У некоторых людей, значит, у некоторых людей масса тела падает, но, тем не менее, у большинства людей это все-таки заедание, вот этой тревоги, стресса, проблем, поиск удовольствия. То есть он же отставил от себя одно удовольствие, поэтому пытается его заменить другим. Давайте акцентируем внимание. Именно благодаря замене рост массы тела, да, замене, как вы говорите, другим удовольствием. Но не потому, что не хватает табака, потому что многие уверены, что именно благодаря табаку удается держать вес в норме. Ага. Есть такое мнение. А когда бросаешь курить, именно из-за табака, из-за недостатка вот этих никотиновых веществ начинается набор массы тела. Да, распространенное заблуждение. Особенно вот служит, как я уже сказал, оправданием к тяге. Я начал набирать массу, значит, лучше я буду худой, для мол, и для сердца полезнее, и выглядеть буду лучше, и так далее. Человек поленился сходить к специалисту, либо самостоятельно изучить эти моменты и использует этот миф себе во благо. Нет. Никотин может подавлять аппетит человека, и если человек заядный курящик, он действительно может питаться мало. Но после того, как он бросает, эта масса тела будет расти не из-за того, что у него никотина мало и так далее. Опять же, люди, которые на заместительной терапии, то есть жвачки, пластыри и ежесними, все равно набирают массу тела, вот, хотя никотин продолжает поступать в кровь. Но нету ритуала, нету сигареты в руках, раздражительность идет, и, соответственно, тревога растет, хочется заедать. Даже некоторые методы бросания курить фактически показывают человеку, что нужно все время что-то жевать, но желательно низкокалорийное, овощи или что-нибудь в этом роде. Та же самая хваленая нарезанная морковка, которую так любят показывать в фильме. Это все действительно просто идет момент, которым человек пытается забить образовавшуюся нишу. То есть свиной всему вкусняшки, и вовсе не табак. Нет, табак здесь ни при чем. Действительно, это просто особенность человеческого сознания. То есть удовольствие замещается другим удовольствием. Самое простое – это вкусная еда, а вкусная обычно калорийная. Согласна. Итак, четвертый пункт был масса тела. И пятый пункт я бы еще тоже выделил отдельно – это нарушение сна, то есть плохой сон. Тоже встречается практически повсеместно. Человек не может уснуть, его одолевают опять же те же самые тревожные мысли. Невозможно просто погрузиться в сон, и тогда вечер – такое время, когда соблазн велик, сил мало, и человек часто выкуривает одну сигарету, оправдывает это тем, что для того, чтобы заснуть. И тем самым фактически нарушает вот этот вот свой режим, и потихонечку он расстраивается, и все на этом. Поэтому нарушение сна и изменение аппетита практически в 90-100% случаев присутствует всегда. Остальные в той или иной мере обязательно присутствуют, но в зависимости от личности человека могут быть скрыты. Вот на эти два пункта жалуются всегда. То есть это то, чего дальше. То, что человеку не стыдно рассказать, например, врачу на встрече, поэтому на это делается очень часто упор и спрашивается, как вот уже было сказано, не виной ли все тому отсутствие никотина. То есть может он мне наоборот помогал, может он мне нужен. И, соответственно, приходится человеку все-таки давать более правдивую информацию. Что ж, дорогие друзья, еще раз обратите внимание на эти первые звоночки зависимости. И если они присутствуют в вашей жизни, принимайте меры своевременно. Коль психология выходит на первое место, можно ли избавиться от психологической зависимости? И на сегодняшний день какие методы признаны эффективными? Избавиться, конечно же, можно. И на данный момент есть хорошая тенденция того, что многие методы, которые были неэффективны, их неэффективность доказана, изложена и уже знакома всем специалистам. Поэтому, скажем так, обмануть специалиста теперь гораздо тяжелее. Но, тем не менее, у курильщиков все равно достаточно распространены всевозможные псевдометоды. В основном те, которые обещают избавиться от зависимости практически в один день. По самой зависимости избавление ее без помощи специалистов, по данным, например, Американской ассоциации борьбы с курением, от 4 до 7%. То есть без каких-либо дополнительных моментов человек просто принимает решение и бросает. По данным российских исследователей, 3%, не выше. То есть в остальных случаях человек срывается и продолжает курить. Хочу напомнить, что бросить курить означает полный отказ от употребления табака в течение минимум одного года. То есть если человек не курил месяц и говорит, я бросил курить, это неверно. Ты бросаешь курить, но ты еще не бросил курить. Поэтому в этой ситуации все-таки я настоятельно рекомендую обращаться именно к специалистам. Всевозможные самостоятельные методы, их и найти тяжело, и отличить правду от вымысла тяжело. И просто одному это все дело делать очень тяжело. Поэтому все-таки на данный момент самым надежным и самым лучшим является обращение за помощью к специалистам. Есть ли органы у человека, на которые табак не влияет, или все-таки пагубное воздействие происходит в целом на весь организм? Это для того, чтобы курильщики себя не тешили иллюзиями, что максимум легкие у них пострадают. На этот вопрос легко ответить. Нет, таких органов нет. Здесь не нужно даже обладать специфическими медицинскими знаниями. Табак используют методом курения по той простой причине, что он поступает в легкие, которые насквозь пронизаны кровеносными сосудами, откуда никотин и все остальные вещества, которые могут проникнуть через сосудистую стенку, поступают в кровь. А как известно, кровь у нас снабжает абсолютно все органы организма. Поэтому дальше оно разносится абсолютно по всему организму и отравляет абсолютно весь организм. Что вы можете посоветовать в качестве профилактики? Это сложный вопрос, потому что профилактика зависимости обычно проводится, скажем так, масштабно. То есть не направлена на конкретного человека, а направлена на все общество в целом. То есть, например, увеличение каких-то экономических моментов, чтобы человеку было неповадно покупать. То есть увеличение стоимости сигарет. Или, допустим, в европейских странах увеличение стоимости страховки на здоровье у курящего человека по сравнению с некурящим в разы. Если же говорить об индивидуальном человеке, то никакой профилактики здесь быть не может. Нет методов, которые позволяют человеку прикасаться к этим веществам. То есть использовать их и при этом не становиться зависимыми. Самая простая вещь, в виде которой можно изобразить зависимость, например, от никотина, как это, алкоголь, от любого вещества, это рыболовный крючок. То есть если он в тебя уже вошел, обратного пути легкого не будет. То есть уже понадобится через боль и страдание. Поэтому, как и с рыболовным крючком, если он уже в тебя воткнулся, никакой профилактики быть не может. Поэтому здесь профилактика простая. Держаться от этого всего подальше. Наверное, можно еще дать такой маленький совет. Прежде чем взять сигарету в руки, ознакомиться со всеми негативными последствиями, да, и негативным воздействием на организм. Чисто информационно. И тогда уже принимать решение, курить или нет. Можно дать такой совет? Да, в целом это правильный и совет, и подход. Но если смотреть в реалии, вот из моей практики, людей, которые начинают курить и не знают, чему это приводит, крайне мало. То есть обычно люди действуют вопреки своим знаниям, а не потому, что они этого не знали. Вот вы знаете, очень жаль, что большинство курильщиков не хотят верить в то, что это невинная, казалось бы, привычка разрушительно действует на организм. И в большинстве случаев, когда уже начинают верить, оказывается поздно, необратимые процессы уже запущены и могут привести к гибели. Прислушайтесь к специалистам, поверьте им и примите меры, пока не поздно. Берегите свое здоровье и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин